Собираем шампиньоны на даче. Самое главное, шампиньон можно спутать с бледной поганкой. Но отличительная особенность шампиньона, что у него пластинки, которые находятся под шапочкой, имеют такой вот кремовый вид. Если это шампиньон большой, то здесь видно, что пластинки уже такого темного цвета. Точно видно, что это шампиньон. Но вот если он такой вот маленький, то спутать его с бледной поганкой очень просто. Значит, с чем они будут отличаться? У бледной поганки здесь будет луковица. У шампиньона луковицы нет. Вот ровненький и тут корень. И всегда нужно уже разрезать и посмотреть. Темные пластинки говорят о том, что это мы нашли красивый шампиньон. Значит, здесь их много будет. Мы сейчас соберем шампиньоны еще в других местах. Здесь я шампиньончики специально припрятал. Потому что такую красоту можно было бы ей не застать. Специально оставил это удовольствие для детей, чтобы они пособирали вот такие шампиньечки. Собирай. Так я знал, что я могу за слымак. Слемак у тебя есть и наш шампиньон. Собирай, собирай. Ну, то быстрейся. Так, а ну пока, что это? Это шампиньон. Шампиньон. Вот шампиньон. Темные пластинки такого цвета коричнево-фиолетового, я бы сказал. Это свойство нам в дальнейшем будет очень интересно. Вот обратите вот на этот фиолетовый цвет. Я специально снимаю вот этот момент, когда мы собираем шампиньоны. Чуть позже я вам скажу, почему я вот это делаю. Потому что при выращивании мицелия, именно мицелия шампиньона дает очень такую интересную ферментацию агаровой среды. Вот с таким вот фиолетовым цветом. Мне кажется, что это такой отличный, а отдельный признак. Именно мицелия. Да, вот этот пигмент, такой мицелия шампиньона. Чуть позже я вам покажу это на пробег. Часто фотографируются с такими трофеями-боровиками. А здесь такой вариант. Вот такой вот трофейный шампиньон. Хороший, твердый, абсолютно не червивый. Специально вот покажу. Тверденький, классный, огромненький шампиньон. Вот такие трофеи собираем. Я собираю у себя на даче. Грибы вообще меня любят. И везде за мною следуют. А я за ними.